Привет, боец! В этом видеоуроке я тебе покажу работу на макиварах, а точнее защитные действия от какого-то удара. Сегодня мы будем защищаться от прямого удара руки и от прямого удара ноги фронткика и джеба или кросса и контр-удар. То есть таких вариантов может быть огромное количество. То же самое может делать напарник, который держит макивар, и он может обозначать абсолютно любой удар, от которого ты будешь защищаться и отвечать тоже абсолютно любым ударом. Много таких наработок я даю в своем видеокурсе по макиварам, на которые ты можешь подписаться в подсказках в конце этого видео и под этим видео. А сейчас я тебе просто хочу показать основу, имея которую ты можешь уже моделировать различные ситуации на макиварах. Я думаю, тебе не нужно объяснять всю важность работы на макиварах. Это один из очень важных снарядов. Не только в тайском боксе, да, пады, лапы, это везде. В любом ударном единоборстве на них можно отрабатывать полностью боевые ситуации. Полностью боевую ситуацию, ту, которая происходит в бою. Защита, контратака, контратака, защита, различные наработки. Это все-все я даю в видеокурсе, который ты можешь забрать абсолютно бесплатно. Подписывайся на канал, ставь лайк и до встречи в новых видео уроках. Настойчивости в тренировках. Итак, переходим к нашей работе. Удар после защиты. Сейчас первый пример наработки это я, как падмер, обозначаю левый прямой. Я это делаю ладошкой, так как я буду его доставать, буду стараться попасть. Вначале, конечно, это все будет делаться медленно, но со временем можно добавлять скорость. А мой напарник будет делать защиту. Какие виды защиты? Первое, это принять просто удар на перчатки. Он прикрылся жестко, плотно сжался и принял левый прямой. Второй вид защиты это сбивочка, например. Правой ручкой он сбивает мой левый прямой. Третий вид защиты это уклончик под руку. Просто левое плечо вперед и ушел. И четвертый, это оттяжка корпусом назад. Он просто меня провалит чуть-чуть. Раз, шаг. И после каждой этой защиты он будет отвечать правой прямой. Жестко, сильно. Поэтому мы делаем сейчас все по очереди. Для тебя, если ты начинающий абсолютно уровень, лучше делать, например, целый раунд один вид защиты просто нарабатывать. То есть принял, ответил. Принял, ответил. Или сделал уклон, ответил. Уклон, то есть нарабатываю какой-то вид защиты, пока он не будет четко получаться. Мы уже работаем более-менее, Женя, опытный. Поэтому мы будем работать сейчас подряд, просто чтобы показать виды защиты и как после них работать. Поехали. Принять. Чи-чи-ча-сразу. Сбить. А-пэ-сразу. И уклончик. И провалить. А-пэ-с. И в таком режиме мы работаем. Можно это делать подряд, можно делать защиту произвольно. То есть сейчас он будет работать защиту произвольно. Я просто бросаю левую руку, он сам выбирает, как защищаться. Правую макевару я все время держу в правой руке, чтобы он смог резко ответить правой прямой. Вот так работает. А-пэ-с. Я двигаюсь, чуть-чуть имитирую противника. Здесь работа и на защиту, и на точность ударов. То есть в макевару точно так же нужно пробивать сильно, жестко, технически, правильно и точно. Хорошо. Выдох. Корпус крутить. А-пэ-с. Хорошо. Чуть подвигались. Так. Эй-ка. И еще разочек. А еще нежданчик. А-пэ-с. Итак, наша очередная наработочка. Защита от удара ноги с ответом ударов на кик. То есть нога от ноги. Сейчас я буду работать правым фронт-киком. Напарник защищаться и отвечать хай-кик. Это очень такая интересная и полезная наработочка. Очень тайцы ее любят. Такую защиту и ответ ногой. То есть защита от фронта. Самое первое. Это просто провалить противника, сделав шаг назад. То есть я, например, с дистанции флю-фронт-кик на память просто шаг назад делать. Меня проваливают и я падаю на свою ногу. Так как нету цели. Второй вариант защиты. Это прихват левой рукой. Обязательно прихват делать одной рукой. Вторая остается правая возле подбородочка. И отсюда уже, прихватив ногу, можно сделать шаг назад, потянуть меня и сбросить ногу в сторону. Для того, чтобы я повернулся боком и спиной. И сразу получил дыню. И это такие два основные, наиболее хорошие варианта. Еще есть третий вариант. Это сбивка фронт-кика правой рукой. Правую ногу нужно сбивать правой рукой от себя. То есть я бью и сбиваю. И опять-таки я поворачиваюсь боком или спиной к противнику. И можно сразу отвечать правым ходить. Что мы будем делать? Сейчас все защиты по очереди. Провалить. Сразу в голову. Прихватить. И сбить. Развернуть меня. Здесь очень важно чувствовать напарнику дистанцию. То есть я могу провалиться по-разному. Да, я могу провалиться вообще здесь. Может меня скинуть сюда, а может скинуть и сюда назад. Поэтому под хай-тик нужно подстраиваться самому. Это одновременно нарабатывает и чувство дистанции. И так мы работаем. Защита произвольная. Главная моя задача успеть выставить макелары. Чтобы не получить по-настоящему глухо. Хорошо. Я, когда бью фронт-кик, как падмен, стараюсь достать до живота. И у меня это будет получаться иногда. Если противник, напарник будет засыпать немножко. И не всегда реагировать. Но это уже, так скажем, уровень такой более-менее хороший. Сначала старайся просто на месте. Это все работает для того, чтобы напарник понимал, как он может защититься. И как ему это лучше сделать. И наработать эту защиту. Вот в таком режиме просто работает. А дальше можно добавлять движение. Скачок. Для того, чтобы резко сократить фронт-тик. И все остальное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...